Ну и давайте перейдем к обсуждению первой темы этого утра. Да, ГИБДД зафиксировало резкое сокращение лимита скорости на 20-40 километров. Это связано с наступлением зимы на юге нашей страны. Инспекторы зафиксировали рост числа таких нарушений. Вот в Москве, например, ведомство зафиксировало на 38% меньше подобных правонарушений, чем в октябре. В центре организации дорожного движения заявили, что это обычное явление для зимнего времени. В центре указали, что из-за ухудшения погоды водители снижают среднюю скорость в зависимости от видимости, состояния дорог и собственного мастерства. В Свердловской и Тюменьской областях в ноябре было выявлено на 60% меньше нарушений скоростного режима. На Сахалине и в Нижегородской области на 50%. В Алтайском и Хабаровском крае, Татарстане, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Белгородской и Челябинской областях снижение составило от 48% до 40%. Есть чем гордиться. По данным ГИБДД, на втором месте среди самых популярных нарушений ПДД в Москве с января по октябрь в этом году стало несоблюдение требований знаков и разметки. Следом идут нарушения правил применения ремней безопасности или мотошлемов, нарушения правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, нарушения правил пользования телефоном водителем. Ну а что у нас в крае? Давайте узнаем на студии Олег Сетенков, заместитель начальника управления ГИБДД Управления МВД России по Хабаровскому краю. Олег Николаевич, доброе утро. Доброе утро. Вот мы как-то по большей части про Москву сейчас рассказали. А что у нас в Хабаровском крае? Каковы итоги этого года? Какие у нас популярные нарушения совершают автолюбители? Ну в Хабаровском крае в основном у нас нарушения по нашей статистике это непредоставление преимущества движения пешеходам, нарушения самими пешеходами, также ремни безопасности и отсутствие полиса ОСАГО. Пешеходы штрафуют нас активно? Да, мы с ними работаем, проводим профилактическую работу с пешеходами, потому что они, как правило, у нас нарушают, если нет ограждения, то переходят в проезжую часть там, где им удобно. Поэтому наши инспектора постоянно находятся под контролем, проводят с ними профилактические беседы, также выписывают им штрафы. То есть, получается, превышение скорости это не самый частно нарушаемый штраф? Ну, по статистике да. Но я хочу сказать, что в течение этого года автоматической фиксации, видеофиксации, превышение скорости было выявлено 398 тысяч по краю. Ого. А где чаще всего нарушают и на сколько? Ну, как правило, нарушают в городах у нас, ну, на превышение свыше 80 километров в час. Но также на трассах. А есть участки такие самые, провоцирующие водителей погонять и нажать педаль в пол? Ну, вы сами все видите, что у нас ведутся работы по дорожному покрытию, по ремонту дорог. Соответственно, условия улучшаются. Ну, есть моменты, но мы их контролируем. И поэтому смотрим и пресекаем эти нарушения. Мне кажется, еще одно из самых частых нарушений – это заезд за стоп-линию. Особенно он может быть, по-моему, менее популярен зимой, потому что разметка стирается. А если еще и дорогу почистили плохо, знак, может быть, опять же, там, такое есть, к сожалению, в городе, что знак не видно. Или ветра его сдула. Такое правда у вас в городе есть. Вот за стоп-линию часто, опять же, заезжают зимой? Или чаще, например, чем летом? Ну, вот по видеофиксации у нас в крае имеется 108 рубежей по фото-видеофиксации. Выявлено было 9278 нарушений. Это за стоп-линию. И 8769 – это за проезд на запечающий сигнал светофора. У нас, когда инспектора выходят на службу, они объезжают свой маршрут, смотрят, какие имеются недостатки в уличной дорожной сети. Соответственно, вот про что вы спросили. Знак повален или погнут. Своевременно принимаются меры для устранения. Поэтому, если отсутствует, как правило, стоп-линию на проезжей части, дублирует знак стоп. Соответственно, да. И поэтому, если даже и износ разметки имеется, либо она заснежена, то знак стоп является для водителя, ограничивающим его движение, чтобы не нарушить правила дорожного движения. И, собственно, остановиться нужно перед ним, а не после него. Совершенно верно. Учитывая то, что вот как раз-таки камеры видеофиксации все больше и больше правонарушений ПДД могут фиксировать. И в том числе они теперь могут фиксировать и выезд на красный свет, и пересечение стоп-линии. Вот из-за того, что появилась возможность фиксировать на видео, эти именно нарушения, их стало больше, ну, в общем объеме? Нет, они снизились в связи с тем, что водители... А, теперь знают. Да, водители, во-первых, знают. Во-вторых, их дисциплинируют. Вот, и самое, что скажу так, что водители стали более уважительно относиться к друг другу и, соответственно, к правилам дорожного движения и к инспекторам. Почему? Потому что фиксируется не только на рубежах, но у нас в патрульных автомобилях имеется средство фото-видео фиксации. Также у нас инспектора, когда выходят на службу, у них имеются переносимые видеофиксаторы. Поэтому водители понимают и, соответственно, это их дисциплинирует. А вот еще такая головная боль, это езда в пьяном виде. Вот пьяных водителей за рулем, у нас становится ли больше? Или меньше? Потому что наказание-то для них ужесточает, ужесточает, а вот на статистике ли это сказывается? Снижается. Вот за этот год, за истекший период, у нас было выявлено 5250 водителей, управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Из них 299 употребляющие наркотические средства. То есть это находится на постоянном контроле, потому что, сами понимаете, что нетрезвый водитель за рулем – это преступник. Соответственно, контролируем, проводятся профилактические мероприятия, проводятся массовые проверки водителей. И выявляем, и, соответственно, пресекаем, и привлекаем к ответственности. А в новогоднюю ночь и на новогодние праздники будет ли усилен контроль как раз-таки за возможными нарушениями? Обязательно. Значит, с 30-го числа по 9-е января личный состав будет переведен на усиленный вариант несения службы. Основная задача – это обеспечение охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения в местах массового пребывания людей. Это, соответственно, там, где будут проводиться какие-то мероприятия. А также будем контролировать движения по федеральным трассам, по краевым трассам и, соответственно, в населенных пунктах. Стоит, наверное, еще раз напомнить нашим телезрителям, что в ПДД нет ни одной ситуации, которая была бы описана, которая бы разрешала управлять автомобилем в алкогольном или наркотическом опьянении. Нет ни одной такой ситуации. А я напомню о своем предложении, что я предлагаю ко всем еще наказаниям, которые предусмотрены за это, еще добавить публичное порку розгами. Было бы неплохо. Прямо на площадях. Как раньше. Вам легкой службы? Пусть будет нарушений меньше и все будет хорошо. Ну и есть возможность поздравить коллег с наступающими праздниками. Спасибо большое. От руководства управления ГИБДД, от личного состава Дорожно-патрульной службы хочу поздравить с наступающим Новым годом, пожелать крепкого здоровья, удачи и всего самого-самого хорошего. Спасибо большое. И вас уже с наступающим. Спасибо вам большое. У нас в гостях был Олег Ситинков, заместитель начальника управления ГИБДД, управления МВД России по Хабаровскому краю. Продолжение следует.